День основания Jelly Company Приветствую всех на сегодняшнем мероприятии в честь дня рождения нашей компании. Именно в этот день, 5 мая, было основано это агентство. До 12 марта 2024 года эта компания была Jelly Entertainment. Но Entertainment заменили на Company, и теперь это Jelly Company, онлайн-агентство по развитию талантов, никак не связанное с кей-поп-индустрией. Это видео является неким мероприятием. К этому проекту все стажеры, учителя и артисты готовились заранее. Но помимо этого видео, мы также отметим этот день в нашем Телеграм-канале. Надеемся, вы почувствуете эту праздничную атмосферу и разделите радости этого дня вместе с нами. Желаю вам приятного просмотра. Но не забудьте после просмотра этого видео перейти в наш Телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Я тоже вас приветствую, дорогие зрители и участники сегодняшнего мероприятия. Меня зовут Ким Субин, и я директор онлайн-компании по развитию талантов. В Jelly Company я работаю уже несколько месяцев, и могу сказать, что за это время узнала много о агентстве и внесла свой вклад. Сегодняшний день особенный. Хоть я и присоединилась к команде недавно, но я уже чувствую себя полноценным директором. Сейчас я хочу ответить на 5 вопросов. Первый вопрос. Твое мнение о владельце. Получается ли у вас сложно работать? Хоть я и совсем недавно присоединилась к команде, я уже могу сказать, что у меня есть твердо сформированное мнение о каждом участнике нашего коллектива. Что я могу сказать по поводу владельца? Наш директор проявляет понимание и уважение к сотрудникам, поощряет коллективную работу и создает благоприятную атмосферу в коллективе. Это и способствует более эффективной и слаженной работе в команде. Второй вопрос. Мое мнение об учителях и стафах. Мое мнение об учителях и стафах тоже одно из самых лучших. Сейчас хочу выражать огромную благодарность нашим учителям. Наши учителя – профессионалы своего дела. Они умеют заинтересовать и мотивировать наших стажеров, быть терпимыми и понимающими, а также обладать эмпатией и чувством ответственности за результаты обучения. Третий вопрос. Какие мои идеи для компании вы уже реализовали, а какие еще только в планах? На самом деле, так как я появилась недавно, реализованных идей не так много. Но одни из них – это глобальное прослушивание, которое мы провели в начале марта, и первый выпуск журнала Jelly Bomber Shell, который мы будем продолжать вести. А по поводу нереализованных идей, которые только в планах, я вам не скажу. Пусть это останется для вас секретом. Как чувствуешь себя сегодня и берет ли тебя гордость, что ты директор этой компании? Это вопрос номер четыре. Что я могу сказать? За такой короткий срок работы в данной компании, я поняла и осознала многое. Мне нравится больше всего то, что я могу высказывать свое мнение, предлагать свои идеи, и они мне будут раскритикованы и не останутся без внимания. Это придает мне какую-то уверенность и мотивацию двигаться дальше, предлагать еще более крупные проекты и пытаться их реализовать вместе с владельцем. Берет ли меня гордость за то, что я директор этой компании? Да, берет. Хоть мы и не сильно известная компания, и возможно многие нас не знают, но это не дает мне какого-то повода расстраиваться. Я все равно продолжаю идти вперед и достигать поставленной цели. И пятый заключительный вопрос, есть ли у меня в мыслях какой-то очень крутой проект для компании, о котором пока знаю только я и его еще не предлагала. На самом деле у меня есть несколько классных зарисовок очень крутых проектов, но пока у меня нет желания их озвучивать, так как я продумала их в своей голове только поверхностно. Но если мы сейчас их попробуем реализовать, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы и трудности, с которыми я бы никак не хотела сталкиваться. Поэтому сейчас я хочу продумать их до конца, до мелочей, потом предложить владельцу и попробовать их реализовать. Так что ждите. Я Хаю, учитель виртуальной компании по развитию талантов. Здесь я преподаю английский язык. Материал для своих уроков стараюсь подбирать легкий для запоминания и чтобы стажеры могли лучше его усвоить. В первую очередь обращаю внимание на понятный для объяснения слог. Преподаю в компании недолго, плюс-минус месяц, но уже могу сказать, что команда став очень понимающей и комфортной, всегда помогает советам стажерам. Я не очень хочу и вообще не смогу ввести еще какой-либо урок в силу забитого графика, неопредодавания. Но считаю, что пробовать новое всегда очень интересно. Поэтому, будь у меня такая возможность, я бы взялась за это. Я чувствую себя хорошо, мне приятно осознавать то, что еще много людей чувствуют себя так же в этот день, находят себя в этой компании. Это реально классно осознавать. Если вы идете на стажировку в этой компании, у вас должно присутствовать желание, вы должны реально хотеть этого, потому что без этого вообще ничего не получится. Ну, а также быть готовыми к домашним заданиям и урокам. Если вы идете работать в этой компании, то, опять же, вы должны быть готовы к графику, которую вы должны будете соблюдать. Вы будете взаимодействовать с стажерами, преподавать им, преподносить материал так, чтобы они-то поняли и осознали. Ну, мне нравится. Мне нравится здесь работать. Наконец-то и я могу поздравить вас с этим прекрасным праздником. За этот год менялось много людей, но неизменной остается моя любовь к компании. Для меня этот день значит очень много. Надеюсь, вы разделите эту радость вместе со мной. Как бы мне ни было трудно, я все равно продолжаю вести эту компанию и делать все, что в моих силах. Порой тяжело совмещать учебу и эту деятельность, но я осознаю, что делаю это во благо себе и тем, кто поддерживает нашу небольшую команду. Спасибо директору, она прекрасный человек. Спасибо всем учителям, спасибо артистам и моделям. Вы самые люди, на которых я надеюсь и которым очень благодарна. Вы со мной и это главное. Я очень надеюсь, что вы получаете удовольствие, находясь в этой компании и стараясь для нас всех. Еще раз с праздником! Jelly Company! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приветик! Я Нетти, модель виртуальной компании по развитию там. В Jelly Company я совсем недавно, с 10 апреля. Про саму компанию я узнала давно и очень хотела стать там стажером или моделью. И спустя время, набравшись смелости и получив поддержку от своих друзей, а если бы точно нету, от подруги, которая там тоже стажируется, я подала заявку на модель. Меня приняли сразу. И я очень многому научилась. За такой достаточно короткий срок. Говоря про мою активность и общение в команде, я скорее буду одним из неактивных. Потому что из-за своей скромности я очень стесняюсь писать. До скорой встречи! Я очень рада, что я могла принять участие в таком важном событии. Тем, кто хочет стажироваться или работать моделью в Jelly Company, я рекомендую не стесняться, не бояться и спокойно подавать заявку. Счастливый. Я иного пока! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, переполняет гордость, когда я осознаю, что являюсь владельцем такой чудесной компании и такого чудесного коллектива. Компании я могу пожелать дальнейших успехов и, возможно, выхода на новый уровень в плане быть оффлайн-компанией. Я бы хотела пожелать компании удачи и всего самого лучшего. Чтобы у вас было 1-1 тысяча подписчиков и чтобы вы были самыми популярными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok